вот это вот пример я нашел почти случайно не бывает помните я и так первый этап предыдущий хозяин этого дома хозяин парикмахерская мы дружили вот он у меня сам все покупал потом значит это андрея денисенко его семья прикупил этот участок а видимо уже ухаживать за абрикосами кого было я рассказывал первый этап когда появились абрикосы появился сколько волшебников вот я каждый раз стараюсь повторить или фамилии вот бородич там сошников там этот самый левицкий вот бильдяевский жестовские бодна вот когда от них пошло было жутко ездить в каждом дворе в майне пыляне и они росли вот так люди и люди не знали шатром что такое обрезка вообще они знали первый этап я в 84 году приехал и 85 году я уже любовался на майские все белые майна а осенью оранжевая майна за несколько лет все это было уничтожено а я потом покажу ваше творение ольга все это было уничтожено дальше смотрите я специально показываю это вот как каждый раз то я хоть что-то новое ведь уже слышали все что я сказал ну нашел на новую фотографию которые иллюстрируют что такое без обрезки а вот посмотрите внимательно представим себе что они растут еще вверх допустим года врач перед зимой вот он бы сделал сильную обрезку они сохранили вот это направление так наверное урожай 2 раза меньше каждую ветку наполовину отрезать согласно ну допустим весной это же уже ближе к осени вот чтобы мы имели но зато мы бы имели более якобы правильную форму и имели бы раны страшные раны вот вот это я хотел сказать это не худшая форма если этот саженец был куплен у меня на вероятность примерно 50 процентов вот что это мой саженец вот он был сильно обрезан потом ветки все равно лет знаете на второй третий год они дают 2-х ветровые просто когда покрывается плодами него так свершится вот как на картинке и вот за несколько лет все это гигантское богатство было уничтожено руками человека вот это преступление преступление вот таких вот кто вот это бездумно южной технологии перенес во север ладно надеюсь мои слова пригодились теперь разъясняю кое-что разъясняю уже назовем это вот к дерево имеют свою программу развития в физиологии скажем физиологии слова более знакомо и так постулат железово нет радости это шелковица шелковицы есть два типа веток южный видели я эту фотографию нашел в интернете вот юг-юг растет и растет у меня даже штамп есть скорее всего росла семечка кто в этом садим да еще укоренял вот это южное растение у нее косточки в этой веточке не отмерзает она имеет вполне законный укрот нет оргий сакова все равно бы сказала так приезжаем раз вот ветки вниз смотрят два это я со сверху говорю чуть не сказал идиотским все доведет же до этого чувствуешься идиотом когда читаешь вот эти вещи что вот это дерево и вот это неправильное дерево так смотрим дальше видим почему моя шелковица в соседском саду вот так выглядит удачная фотография объясняю у них очень тонкие косточки очень тонкие эти верхушечки веточек самые тонкие и они каждую зиму обмерзают в целом деле уже терпит у меня в самой первой шелковица используем терпит так но каждый раз когда это бывает двумя путями или мы отрезаем ветки загущаем вот этого никто никогда из этих специалистов я уверен что не может тех которые имеют сад это не заметить или уже вообще ничего не видит вот зашорено так что видит белое горит черное смотрите стоит вам обрезать веточки ну это по разному называется обрезка верхушек я вам сотни фотографий и сотни показывал вам этих дурацких этих самых работ так сказать статей вот тут же просыпается которая ниже еще больше загущать а вот это то есть это уже делать нельзя это ошибка что заставляете еще покажу них заставляет буквально каждую ветку обрезать где-то 3 и смотрите что получается когда они после этого еще и просыпаются то они еще теряют морозостойкость этого тоже не за счет того что ранки 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 и за счет того что пробуждается ветки то есть почки которым надо спать я уже знаю кого я убеждаю как достучаться до тех кто до сегодняшнего дня учат дерево конечно а есть естественное случай а отмерзание кончиков веток тем более на север попало это же сибирь шутки так отмерзание кончиков веток это естественный процесс там болезнь уже не так сказывается не так во первых происходит тогда когда это надо зимой а не осенью не летом кончик отмерз все мы добились только сейчас объясняю дерево имеет свои программе следующие качества это вы не читали не просчете никогда если только вот тут у меня а дерево попавшие в невыгодные условия там где часть веток отмерзает не просто берет и увеличивает количество веток и а площадь листьев не просто а с целью максимально увеличить количество сахара потому что она попала с юга на север то есть на севере листьев надо больше сахара скобка глюкозы надо больше это естественно когда дерево само это делать а не когда секатором с дуру все это делают еще не знаю отмежит или нет уже секатором не сажать часть веток а значит часть листьев предназначены для фотосинтеза перевожу на будущее книжный язык постулат железа обрезка и отмерзание веток обрезка значит искусственное отмерзание естественное дает одинаковый эффект стимуляции роста одинаковые стимуляции роста но первом варианте опаснее для дерева вопрос зачем столько листьев следующий посылать железу уже с эмоциями там кто-то понял кто-то нет это проще для студентов от площади листьев зависит количество вырабатываемой глюкозы это я цитирую помните а теперь свое добавляю чем холоднее регион тем глюкозы надо больше для выработки тепла и энергии какой черт и обрезка поняли да а это извините уже как это помните анекдот был хотите еще расскажу чтобы немножко снять это напряжение хотите это я один раз он сказал уже пять назад студенты вылетают от профессора 222222 остается последний тоже ничего не учил заходит профессор в отчаянии вот ответил на вопрос крупное морское в это самое воздуходышащие животное млекопитающие а тут чертежная профессор это шестиноги сибирок чего а что это такое а это профессор второй вопрос вы обещали один задать и протягивать зачетку так вот друзья вот это фотография уже следующее я не успел переместить туда где была та таблица еще раз поминаем вот она вот вот эта таблица это к ней будем прижиматься земле и все совсем пока хоть и обещает нам но пока климат не сменится мы будем прижимать земли вот это туда не успел переместить но уже понимаете что одной темой я не ограничился вот теперь смотрим сюда вот это вот груша здесь несколько деревьев которые после посадки и полива за оставшиеся 15 лет ни разу не поливались не удобрялись вот и ни разу не обрезались прошли 10-15 лет то есть я уже и сам не помню вот это видите вот это вот палочка торчит это не палочка это кусочек этого проволоки это сет карабица я фотографировал со своем участке вот это я садил соседа вы понимаете что вот эта величайшая глупость придумана искусственная форма она и останется глупостью навсегда только пока об этом мало кто знает не хотел бы отклоняться потом соседи взяли вот посадили вот это дерево это уже не моё вот это на переднем плане это уже с этом откуда-то с рынка нам привозят вот оно это есть разница моё и не моё вот примерно так то есть еще раз говорю она не просто это действительно вот это вот прорежение кроны отрезка нижних лет козу бы приносила но она приносит вред это я про теорию там не будет нет этих листьев вот этих нижних видите что над землей это не будет их нет не будет это самая это все чуть ли не теория там фотосинтез просто вся придуманная наука помните мы выпускницы в наше каждое образование все это дурь несусветное это невообразимо вот теперь мы все это перенесем в школу в институты